Деньги на реабилитацию Черноисточинского водохранилища есть. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев на пресс-конференции. Глава региона подчеркнул, что уже выделены немалые средства на профилактику, и когда будет сформирована проектная документация, будет произведено финансирование реабилитации. Мы заявились с этим проектом в реализацию национального проекта «Экология» и подтвердили нам федеральное министерство выделения средств на это. Но нам нужен проект, ведется проектирование. Я рассчитываю, что в этом году или в начале следующего года он появится. Как только появится, будет понятно, сколько это денег стоит. Мы обязательно выделим. Почему нет? На пресс-конференции Евгений Куйвышев назвал причины массового увольнения врачей в Нижнем Тагиле в 2019 году. Все то, что произошло, произошло из-за большой нагрузки на врачей. Большой нагрузки на врачей. И, к сожалению, как показала практика после наших проверок, не совсем справедливо распределение премий главными врачами. Губернатор отметил, что лично следит за ходом реализации национального проекта здравоохранения, который призван помочь в решении кадровых проблем. Другой актуальный вопрос – реализация мусорной реформы в Свердловской области. Глава региона отметил, что говорить о результатах и давать оценки пока рано, но подчеркнул, что областное правительство справилось с поставленными на год задачами. Раздельный сбор мусора мы реализовываем. Реализовываем на стадии контейнерных площадок. Не везде, но это все идет поэтапно. Приобрели более 150 новых мусоровозов, наши операторы. Мы закупили тысячи новых контейнеров. И эта работа продолжится, и устройство контейнерных площадок. В ходе пресс-конференции губернатор Евгений Куйвышев подвел итоги прошлого года и обозначил планы работы областного правительства на текущие.